Дневник артоводов М41 Начинается бой, как обычно. Мы занимаем позицию и ищем нашу первую жертву. Засиделась вражеская САУ. Пользуясь случаем, отправляем ее в ангар. Затем ловим по горячим следам вражескую ПТ-шку. И вот, здесь вот начинается самое интересное. Затем ловим по горячим следам. Подозреваю, что наша команда начинает сдавать позиции, и по левому флангу брак пробил брешь. Долго не думая, я бросаю все и спешу на помощь союзному Т-49, которого только что забрал вражеский Т-14. Но я уже на полном ходу и не собираюсь останавливаться. Наготове кумулятив, что наверняка и вражеский тяж выбывает из своей команды. Давайте посмотрим это в повторе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На карте все плохо. На пару с немецкой САУ второго уровня я остаюсь на базе в ожидании прибытия врага. Тем временем, Черчилль где-то далеко пытается отбиться от неприятеля. Что у него неплохо выходит. Но на базе уже появились противники, и Черчилль, у которого осталось совсем чуть-чуть очков прочности, не успеет вернуться к базе, если ее начнут захватывать. Наготове последний кумулятив, и тут на горизонте появляется Эксельсио. Бабах! Минус один. Я откатаюсь немножко назад на перезарядку, но тут появляется B1. И я надеюсь, что немецкие товарищи отвлечат его внимание, и я успею перезарядиться. Так и выходит. Аккуратно выезжаю, немножко свожусь, и B1 фугас отправляется в ангар. Вот так вот М41 помог команде победить ловкость рук, прямая наводка, немного сведения и никакого автоприцела. В следующем бою за дело берется старший брат М44, представитель ветки американских САУ 6 уровня, который является очень опасным противником для всех танков на уровне, впрочем, как и для танков на уровне выше. Благодаря своей динамике, углам горизонтальной наводки, относительно быстрой перезарядки и возможности стрелять коммунитивными снарядами, М44 способен карать даже самых бронированных противников, и первым под горячую руку попадает ни о чем не подозревающий БДР, которого перед самым попаданием уже успели обстрелять союзники. Так или иначе, первый фраг на нашем счету. Следующим золотой пирожок заслужил Т29, который получил в борт почти на 800 хп. Специально для него держал кумулятив, поскольку братиник оказался в топе и был выше уровнем, являясь серьезной угрозой для союзников. Следом немножко отломал от кваса и решаю отъехать еще немного подальше, поскольку враг уже почти добрался до нашего флага. На обороне остался один квас, которого вот-вот растерзают две СТ-шки, я решаю облегчить ему участь и забираю шотного Т43. Наконец-то второй фраг на насчет, следом за ним в ангар вылетает КВ-1, и это был третий фраг. Теперь я жду со стороны флага вражеского Т34-85, он появляется с видением прямой наводкой, ваншот и четвертый фраг в копилку нашего правнука капитана Америки. Я остаюсь один, пришло время сменить позицию. Черчилль где-то справа, но неясно откуда он приедет, решаю занять нейтральную позицию и укрыться за елками. Надеюсь застать врага врасплох сзади. Как и предполагалось, появляется Черчилль, который явно не ждал такой встречи. Я спешу направить на него устрашающее дуло мощного орудия Бабах, что правда жаль, что не цельный. Итак, пять фрагов. Неужели воин? Но где-то ездит вражеская ПТшка и еще есть СУ-8. Надо быстренько убраться из точки последнего засвета. И тут на пути я внезапно свечусь. Но странно, что никто не стреляет. Наконец-то я понимаю, что вражеская ПТшка просто спит и спешу забрать ее. Хотя тем временем кто-то занял удобную позицию и пытался по мне попасть. Зная, что СУ-8 ушла на КД, я не спешу, перезаряжаюсь после неудачного выстрела и убираю с поля битвы, развивавшегося шотного летнего премиума. И вот уже воин на нашем щиту. И вот уже воин на нашем щиту. Начинается противостояние вражеской артиллерии. В спешке и переживаниях я допускаю ошибку и мажу. Что в итоге сыграло против меня. Я замешкал и загнал себя в угол. В итоге просто попал под сведение. Это поражение, но хороший урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ого, стиль следующего боя сильно отличается от стиля игры на САУ. Но не от моего стиля. В порту первым делом я пошел на необычное решение. В начале боя зарашить в левый верхний угол карты. И как вы знаете, в основном зачастую собирается масса основных сил противника. Безумное решение? Никак нет. В порту немного трудно играть артой работой от базы. Как и на картах городского типа. Приходится импровизировать. Посмотрев, что арта решительно зарашила на фронт, команда устремилась за мной. Что правда, это еще далеко не зло от победы. А.Кулакова Выжидая подходящие моменты, я начинаю охоту за задницами зевак. Кумулятив заряжен, прямая наводка и первым караем СУ-100. Все, уходим на КД. Дальше я попал немного в неудобное положение. Союзной Т-29 смело выехал во встречу двум вражеским немцам, и его тут же отправили в ангар. Теперь немцы готовят план мести и пытаются зажать меня с двух сторон. Долго не думая, я вырываюсь первым делом на ВК. Даю ему галдопирожок и отправляю банга, и просто бегу от вражеской ПТшки, пока перезаряжается мое орудие. Противник оказался медленнее и допустил ошибку, в итоге я забираю его тоже, прямой наводкой. Орда танкует. Давайте посмотрим все это в повторе. Встреча с машиной уничтожены. Встреча с машиной уничтожены. Ищущийся вокруг меня союзный немецкий светлячок не приносит никакой пользы, поэтому я просто не обращаю на него внимания. Вместе мы направляемся в сторону вражеской базы и по пути встречаем вражеского китайца, который также получает от нас вполне заслуженный кумулятив. Хотя, возможно, можно было их угасом обойтись. Встреча с машиной уничтожены. Встреча с добав assistance немцу, который только что слился, даю залп по китайскому ИС-2, но тот дает в ответ. На этом и закончился наш All War Rush, но ведь было круто, а главное весело. В этом бою мы переходим уже к старшему поколению, американская САУ седьмого уровня М12, пока еще со сток-пушкой, очередной бой, в котором я пытаюсь раскрыть потенциал этой артиллерии, что до этого как-то не очень складывалось, ведь она как бы дамажит и как бы нет. На Эль-Халуфе занимаем место поудобнее, начинаем террор. Первым делом разминка, слегка задеваем кромвеля, потом забираем по последнему свету Т-25-2. Ну, неплохое начало, подумалось мне, но с такими задачами я М44 неплохо справлялся. И тут меня чуть не засветил рентгеном вражеский китаец, который уже выкарабкался наверх, постоял, подождал пока проедет и решил спуститься чуть ниже, в ямку, обычно последнее место, где бывает этапе, лицом без исходности и прыжком в морские глубины. Забавным получился спуск. И вот мне в объектив попадается к вас. И что самое главное, я целёхонький, жду пока он удобно развернётся, выстрел самый что ни на есть ваншот. Здесь я почувствовал, что арта всё-таки может карать как следует и в этом вы увидитесь в следующем бою. Угадываем по последнему засвету IRL и достаём до вражеской артиллерии. Это победа, но потенциал по-прежнему не раскрыт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С топ-пушкой и жизнь веселее, потому что топ-пушка способна на нечто большее, хоть и перезаряжается чуть дольше. Всё, на той же М12 занимаем позицию на мураванке. И первым делом пытаемся вызолить хоть что-то, что не сразу получается, но в итоге таки попадаем второму тигру в правую заднюю часть борта на 500 хп, не учитывая, что перед тем мы немного и КВ-4 потрепали. Ну, неплохо, но не показатель. Пришло время сменить позицию. Наши опять оставили левый фланг и отдали лес противнику. Отсюда держать направление будет куда удобнее. Итак, вот он, ключевой момент, который заставил порадоваться топ-пушке М12 к точному попаданию. Союзный прот попал в неловкое положение. Стараюсь его не задеть и стреляю по Т-44. Иииии... Чистых 1300 хп снимаем. С резвой СТ-шки мне вдруг в ярости улетает в ангар с молотка. Но это еще не все. Я остался один. И сейчас где-то на горизонте появится Су-152. Надо приготовиться и стать так, чтоб не он меня сразу не заметил. И арта не смогла нормально закинуть. Су светится и я стараюсь свестись на него раньше, чем он развернется. Стреляю чуть ли не наугад. Готов. Но появляется и стрель. И раз он не стреляет, значит напрямую меня не видит. Тем временем наш он берет флаг захвата. Он не может быть. Но у. Прос 전에 искать. И. Мужчина. И. Он не наградил. На поле. Продолжение следует... Стараюсь вытанковать ИС-3, но он таки попадает во мне, после чего я стремительно лечу на него с надеждой полностью забрать, но нет, тут меня вновь огорчает М-12. Но очень не хватает и бронебойных хотя бы. Увы, но это поражение. Вот такое оно бывает. Орда. Это был дневник артовода, их рассмотрели. Отдельный случай жизни арты. На этом все. Поддержите ролик лайком, если понравилось, и подписывайтесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, смотрите мои стримы на твиче и до скорого. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок